Всем привет, друзья! С вами Аня. Очень давно уже не было моих видео. Сегодня видео про книжку, которую я довольно давно читала, но всё равно мне она понравилась. Эта книга известна довольно Любви Сон, Артур и Минипуты. У меня вот такое новое издание. Прям очень шикарно выглядит книга. Белые листы, красивая. Сейчас я посмотрю год её выпуска. Девушка, 2007. Москва, издание Махаон. Ну, короче, тут есть даже какие-то небольшие картиночки такие вот. Типа не... Даже не чёрно-белые, можно сказать, а просто как типа раскраски. Тут довольно большой шрифт, поэтому её легко будет читать. Не знаю, что мне больше всего понравилось в этой книге. Это её герой, в особенности сам главный герой. И вот это вот девочка. Я не помню уже, как её зовут, блин. Но, мне кажется, они два самых таких интересных. Просто девочка вот такая, знаете, смелая, отважная была. Она во всём помогала героям в главном качестве. И, ну, можно сказать, что нас защищала. И мне это понравилось. Ну, Артур такой, знаете, немножечко наивный, конечно, но... Ну, маленький мальчик. Что, там, 10 ему, что ли, лет было. Я вам рекомендую обязательно эту книгу прочесть. Она прям шикарная. Честно, я даже не помню, откуда у меня вот эта вот книга. Откуда у меня это издание именно. Я так-то помню, что много изданий было, но это какое-то прям вообще шикарное. О, тут есть что-то из фильма, картинки. Вот даже посмотрите. Ещё могу вам зачитать, кстати, про автора. Про Люка Бессона. Тут его портрет ещё изображён. Вот. Мастер фантазий, иллюзий, головокружительных сюжетов. Люк Бессон, режиссёр Пятого элемента. Никиты или Никиты, я даже не знаю. Голубой бездны и других замечательных фильмов. Создаёт новую фантастическую сказку, у которой есть всё. Тайны, загадки, клады, погони, волшебство. Ради спасения своей бабушки, десятилетний Артур должен проникнуть в удивительный параллельный мир крохотных существ. Чтобы попасть туда, Артур расшифровывает загадку перехода из одного мира в другой и в полнолуние попадает в селение её брата. Барахлюшем и вместе они отправляются в опасное путешествие, цель которого – освободить народ, не путав от власти ужасного урдалака и найти клад, зарытый когда-то дедушка. Честно говоря, я реально читала прям с удовольствием эту книгу. Главы довольно-таки, кстати говоря, большие. Ещё раз повторюсь, всем советую. И что я не читала, у меня есть ещё вот такая вот вторая часть, она небольшая, тоже красивое издание. Это уже Артур и месть урдалака. Вот. Я её не читала, повторюсь, скорее всего, потом как-нибудь прочту, сделаю на неё обзор. А так, если увидите вот такие книги, сразу покупайте. С вами была Аня. Это мой был обзор на книги. Всем пока!